Изучаем конфликты, ведь правда интересная тема, да? Инструкция какая-то нужна. Если нет инструкции, то с ума сойдешь. Что делать, конфликт возник. Первое. Поймай себя на мысли, что ты считаешь этого человека виноватым. Поймай себя на этой мысли. Очень трудно это сделать, но поймай. Поймай. Я когда с женой поругался, я такой раз, оп, я себя поймал на мысли. Я считаю ее виноватым. И это правда. Я так думаю. Но надо идти изменяться. Зачем? Потому что я считаю, что любовь выше правды стоит в семье. Если ты правду будешь отставить, личных отношений, ты потеряешь близкого человека. Надо все равно понимать, что он никогда в жизни тебя полностью не поймет. Мужчина и женщина противоположные. Я просто извиняюсь, потому что я знаю, что меня все равно... Я не буду понят полностью. Я извиняюсь. И потом, когда извинился, я ее понимаю. Потом, через некоторое время. Потому что она прощает. И это в доброе состояние как-то входит. Доброта – это мать правдивости. Если человек тебе по-доброму что-то рассказывает... Вот она мне начала по-доброму рассказывать, какой я плохой. И я понял. Я понял, что именно, почему она обиделась. Я понял. Потому что она по-доброму это сделала. Понимаете? Конфликт закончился, она по-доброму сделала. Доброта – это мать правды. Вот если ты по-доброму что-то делал, через трубочку доброты можно в сердце человека плюнуть знания. Вплюнуть знания. Твою правду. Через доброту. Если, допустим, есть пустота, а потом идет эмоция. И с какой-то эмоцией, допустим, я могу справляться. А иногда идет, допустим, эмоция очень сильная. И я как бы пропускаю. И вот что делать с этим? Ну вы, женщина же, имеете право пропускать. А если сильная, эмоция сильная. Да, мужики все разлетаются нафиг. Никого не остается рядом, да? Значит, надо сидеть в воде. Потому что эмоция сильная, очень большая, значит, тебе надо успокаиваться. Знаете, что ледяная вода, она делает спокойным человеком. Эмоции меньше станут. Женщина по природе эмоциональная, да, Вероника? Но если в проруби, то спокойнее становится в отношении. Хочется порвать, но не так сильно, да? Это не может Стаса спросить. Стаса? Давай, Стас, ну-ка расскажи, как Вероника вообще. Она очень эмоциональная девушка, я знаю. Но вот она как вообще себя ведет? Она в проруби купается? Как она, может с собой справляться или нет? Так, ну, Стас. Вероника очень спокойный человек. Прорубь делает чудеса. Да? Спокойнее человека я не буду. Очень выраженная, визитная. Да. Я в Москве, мы последний раз пробежку делали. Вот. Мы побежали в прорубь купаться. И Вероника с одной еще девушкой, самую первую разделить, залезли в прорубь, 4,5 минуты просидели, потом вылезли. А потом, я когда залез, налево оборачиваюсь, смотрю, Вероника там сидит. Говорит, ты что делаешь, ты уже 4,5 минуты отсидела. Она говорит, я с вами еще захотела прорубь. Еще 4,5 минуты. Вот это Вероника у нас, то есть. Видите, она очень эмоциональный человек. Очень. Девушка вот с очень сильными эмоциями, реально. Видите, отзыв мужа. Что с человеком делает прорубь? Психика успокаивается, энергии воды хватает, человек спокоен. Он не чувствует вот этого взрыва. Этот взрыв означает неправильный образ жизни. Люди все должны спокойны быть, если они контактируют с энергией природы. Они жизнерадостные, солнце радость человеку дает. Вода, спокойствие, а холодный воздух, вот этот минус, знаете, это чистая прана. Вот в Дубае нет чистой праны. Прана означает энергия воли, энергия работоспособности, деятельности. Если человек на минусе, допустим, я в Актюбинске, когда приехал туда, прилетел на самолете. У нас в бане, там была теплая вода, 28 градусов. Думаю, бог ты мой, думаю, ну как это, 70 минут, у меня нет столько времени, чтобы там 5 слоев чистить. Я после перелета сразу восстанавливаюсь от вибрации с помощью воды, парной опять воды. Там 28 градусов, бассейн очень долго стоять до умнения, только нет. Я, короче, минус 20 на улице. И мы надели варежки, шапочку и на ноги что-то и на улицу стоять. Там как раз такой был предбанчик, там с частный дом. И мы стояли там, 20 минут нужно времени, чтобы при минус 20 все 5 слоев очистить. Но это чистка уже праной. Это чистым воздухом, чистой энергией праны. И мы отстояли 20 минут, потом в парной, потом опять на воздухе. Там 20 разделить на 5, получается 4 минуты. Мы в конце отстояли. И таким образом мы очистили свое психическое тело и подготовились, я подготовился к лекции, чтобы энергия была лекцию читать. Вот чистка праны дает человеку сильную волю, концентрацию внимания, работоспособность. Способность заставлять себя отказаться от вредных привычек. Воля прана. И это минусовая температура. Если человек на воздухе при минусе бегает, то он гораздо больше получает благо, чем если он бегает при плюс 25. Потому что больше всасывается прана. Но бывают люди, у которых сама возможность прану всасывать в организме очень слабая. Слабые, ослабленные люди. Здравствуйте, дорогие. Рад вас. Примерно так. У человека нет сил. Это значит, что ему нельзя уже на минусе бегать. Ему надо в спортзальчике бегать зимой. А когда он набегался, у него прана пошла, можно постепенно на минус переходить. Я когда первый раз на минусе сильном пробежал, это было лет 5 назад в Новосибирске, был минус 23. А минус 23, это как раз пограничная температура, после которой нельзя уже с открытым лицом бегать, потому что обморожение начинается. Ну то есть, минус 22, обморожение не будет. А минус 23 уже могут быть. Я говорю, что я промазал мобилки, посмотрел, минус 20, а там минус 26 было. И у меня мороз мне подарил, поцеловал меня по щечкам, подбородочек. Вот. Сейчас уже проходит все тут. Легкое такое покраснение щечек осталось. Вот. И когда я пробежал в Новосибирске, то я когда в машину садился, у меня ноги не сгибались после этой пробежки, потому что прана, когда перевозбуждает человека, он скованным становится таким, зажатым. Но потом мне в горячем все как бы классно стало. Это не критическая скованность была. А в этот раз в Самаре мы пробежали, вроде бы я на 5 лет старше стал, но скованности не было. И при минус 26 это значит, что тело уже тренировалось, и оно выдерживает мороз. Понимаете, вот эту ледяную температуру выдержит уже тело, значит тренировано. И отличное состояние было. Поэтому в целом, если человек со стихиями дружит, а в Израиле я, почему я езжу, там очень сильное и хорошее солнце, там 25 минут один слой чистится психически на солнце. 2 часа 5 минут я довожу до этого времени. Сначала начинаю на солнце чистку, и такое мутит, токсины выходят. А потом 2 недели вот так в воде постоишь на солнце, вода охлаждает, солнце нагревает, и она дает баланс, вода тебе спасает. А потом без воды можно бегать даже на солнце, и оно тебя вообще не перегружает. Это значит, что очистился солнцем организм. То есть, когда стихии хорошо тебя наполняют, то человек реально со стрессом легко справляется. Ледяная вода делает спокойствие, ледяной воздух дает тебе силы, способность преодолевать трудности, потому что есть влияние судьбы на тонком плане, это называется преддействие. А есть на грубом плане. Вот если сюда, если зайдет какой-нибудь министр, там допустим, у него волевой фактор очень сильный, и все так раз и присядут. Ну, то есть воля очень сильная, человек. Я разок здесь в Питере читал лекцию, это было, наверное, лет шесть или семь назад, так примерно. И в зал шел человек какие-то черных одежды. Какой-то странный человек зашел, он прошел на сцену, встал сзади меня и стоит. Прямо сзади меня вот так встал. Я смотрю в глаза, весь зал побелел. Ну, я думаю, если сейчас соскочу, убегу, значит, я позорюсь. А лекция была как раз о победе над судьбой, что-то такое. Вот я думаю, буду сидеть, блин, пусть он меня убьет, скотина. Погибнув при исполнении обязанностей. Он постоял, ничего не сделал и ушел. Видно, чистая провокация такая. Но люди все побелели. Все, никто не смог, никто не побежал спасать меня от этого мужика. Такая ситуация была. Это значит, что у человека очень сильный волевой фактор. То есть он вышел на сцену перед всеми. Значит, у него прана очень сильно работает в организме. Правда, они используют это не в ту сторону, начал использовать. Почему он черная магия так делает? А? Почему он черная магия так делает? То есть у него наработки просто на другом уровне, то есть у него служит просто твое акцион. Ну, неважно, что у меня черная магия. Понимаете, черная магия, это что такое? Это, есть три типа веры. Есть вера в благости, вера в страсти, есть вера в невеже. Человек не может своими мыслями другому человеку навредить никак. Вот он не может его проклясть там, и чтобы это все сбылось. Без оснований невозможно. Вот допустим, муж там, жену с четырьмя детьми там бросил, и она думает, что бы ты, блин, тебе за это было. И будет. Почему? Потому что есть основания. Но если нет оснований, то там что-то там, тебе человек не понравится, сейчас я тебя сглажу там, типа. Ну и что? А вот как это работает, я сейчас объясню. Есть вера в невежестве. Что такое вера в невежестве? Это когда человек уверен, что вот этот сглаз работает, порча, все это работает, он верит в это. И через эту веру действуют злые духи, которые действительно могут это сделать, навредить человеку. Человек не может другой, а злой дух может, у него есть такая сила. И поэтому, когда я верю, что человек может меня испортить, то тогда через эту веру действуют злые духи и желание человека, допустим, он хочет тебя навредить, если действительно так. Чаще всего это просто люди фантазируют, что там у меня сглазил, это фантазии. Ну бывает и такое, что человек там верит, что он может испортить, и тогда надо, чтобы тот человек на другой стороне провода тоже поверил в это. И тогда через действия злых духов это происходит, это возможно. Но если я не верю, я верю в Бога, и человек там хочет меня испортить. Вот я читаю лекции уже 20 лет, там постоянно около миллиона человек слушает. Чего вы думаете, нет, кто меня ненавидит, людей, что ли? И что я до сих пор читаю, лекции, что меня не испортили? За что ненавидят? А вот было бы, за что вообще убили? Чего только не пишут, вот почитайте интернет, торсунов на бельте. Не торсунов лекции, когда торсунов лекции, там были хорошие что-то лекции, а просто торсунов. И там и у меня небрачные браки, там и дети какие-то, капитана Шмидта. Да, там дети, небрачные дети, там что только они пишут, у меня ничего такого нету, никаких небрачных детей. Если только я непорочным зачатием там во время лекции, не знаю, как это получается. Такое возможно. Вот. Ну вот, примерно так. Ну то есть люди просто, как бы, как я одно спросил одного знакомого, говорю, а что люди-то, что они от меня хотят? Я же ничего плохого не делаю, людям всю жизнь помогают. А она говорит, там рождественский, что ли, сказал, если человек имеет, только если три беса у него есть, тогда никто ему не завидует. Это бесполезный, беспомощный и безызвестный. Что-то так. Тогда нормально. А если что-то из этого есть, тогда будут завидовать по-любому. Вот. Поэтому, как бы, вот так вот примерно. А насчет черной магии, вот, если ты веришь Бога, то она не может на тебя просто подействовать. Потому что нет такой человеческой силы. Но есть исключения. Например, есть святые люди, и если ты святого оскорбляешь, и он решил что-то сказать, что это с тобой сбудется, то это сбудется обязательно. Потому что у него есть такая сила. Святые люди могут до сих вызвать там. Мы знаем эти все случаи. Так, мы с вами изучаем конфликт. И первое, самое главное, что человек должен сделать, он должен заставить себя понять, что мне так положено. Это понятие называется принятие судьбы. Это такая классная и важная вещь знать. Настолько сложная и важная тема принятия судьбы. Вот как мне принять судьбу, что у меня сгорела дверь? Во-первых, ты должна понять, что не надо привязываться к квартире, потому что эта привязанность настолько опасна в жизни. Я, разок не Бог показал, я просто был в шоке. Это было вообще на заре моих чтений, моих лекций. Это было где-то в 2000 году, когда я приехал в Днепропетровск. Это один из первых городов, я читал лекции, я тогда по два месяца читал лекции. И меня поселили там в один частный дом, и я читал лекции по закону кармы и по перевоплощениям читал лекции. Молодой человек тоже ходил слушать лекции, он после этой лекции по перевоплощению очень сильно взбудоражен был, он такой после лекции говорит, можно я с вами поговорю? я говорю, ну можно завтра? Я устал. Он говорит, нет, я не могу ждать до завтра, я не буду спать ночью. Я говорю, ну ладно, спасибо, Вероня. Вот, я говорю, ну ладно, давайте сегодня поговорим. Вот, и он повел меня на улицу, пойдемте на улицу. Я говорю, что я там делаю? Ну пойдемте. Взял фотографии своих родителей, подвел меня к собачкам, которые у меня две будки были, подвел к собачкам, показывает фотографию мамы своей и показывает на собачку, самца. И говорит, Олег Геннадьевич, это одна и та же душа или нет? А такое бывает просто казуистика, крайне редко. Можно по психическому телу определить личность. Физическое тело меняется, психическое тело остается прежним. Вот, допустим, вы, когда фотографии маленького вас покажут, у вас тело физическое совсем другое, маленькое такое, а психическое тело то же самое. И когда люди говорят, О, я тебя узнала. Ну что значит узнала? Что это значит? Это значит, человек идентифицировал психическое тело, не физическое. Физический ребенок выглядит совсем по-другому, правильно? Но какие-то общие черты выдают, что это ты, да? Вот ребенок маленький. Можно, и у нас был на фестивале такой конкурс, взяли фотографию класса моего первого и определить, где я. Слушайте, лекция там. Олег Геннадьевич, ну физическое тело очень слабо похоже. Маленький ребенок совсем другое, но люди определяют именно по психическому телу, они не понимают этого, они думают, что они узнали по физическому телу. На самом деле человек видит психическое тело и чувствует, мы друг в друге чувствуем психическое тело именно, а не физическое. И поэтому узнать человека по двум фотографиям можно и легко, если ты как на ребенка похож, так и собачка на человека. Понимаете? Ну примерно то же самое. И я смотрю, блин, это реально один и тот же человек. Ну то есть вот этот человек, который жил раньше, теперь стал этой собачкой. Я там теперь хронологически начал спрашивать, когда ушла мама, когда собачка появилась, все совпадает, чисто по законам, потому что нужно определенное время пройти должно, чтобы человек заново родился, ему там 40 дней меняется тело, то есть перестраивается тонкое тело психическое, потом дальше нужно тоже в собачьем теле несколько месяцев нужно, чтобы душа выросла и родилась в новом теле. Ну в общем, все совпало. Ну а история такая, и точно так же совпала и вторая собачка с папой уже, только самка. И это был, конечно, для меня сюрприз, я реально был в шоке, не ожидал, что так вообще бывает, что можно родиться в своем доме. А причина была такая, родители очень сильно были привязаны к этому дому, они постоянно ругались друг с другом и постоянно жили для этого дома всю жизнь свою, и умирали постоянно, думая об этом доме, короче, и потом он через там около года после ухода своих родителей обнаружил такую интересную вещь. А он не содержал животных вообще, и к дому прибились два щенка разных пород, и они начали постоянно гавкать и жить возле ворот, и не уходили никуда, и гавкали, и хотели в дом, и когда он открывал калитку, они туда ломились, короче, он в какой-то момент впустил их обоих, и они там начали как дома у себя чувствовать, то есть они там начали бегать, вот, потом они когда начали подрастать, они начали гавкаться друг перед, и он начал замечать, что самка, она ведет себя как отец, а самец как мать, и те же самые продукты, то же самое предпочтение пищи, там, и все то же самое, и он так обомлел, но он не знал закона кармы, он думал, может быть, духи какие-то вселились похожие на родителей, ну, в общем, у него свои догадки были, он не понимал, что это его родители родились у него собаками в доме, поэтому Господь поджег дверь для того, чтобы вас привязанность к квартире ослабить вашу, понимаете, это милость для вас, и вы говорите, я в стрессе нахожусь, а с чего в стрессе, выживая, здоровая, ну, чуть-чуть там подгорела квартирка, ничего страшного, страшно, что ты сгорит, да, это бывает такое, знаете, когда люди подходят ко мне, говорят, Олег Геннадьевич, я чувствую, что мои дети погибнут, поднимите руку, а вот такое ощущение есть, или что близкие кто-то погибнет, давайте идти вам микрофончик вот с женщиной, передайте, да, дальше, дальше передавайте, вот женщина, мы с вами говорим, вот с вами, вот вы поднимали руку, мы с вами говорим, да, но кто у вас погибнет, вы боитесь, кто, садитесь, не надо стараться, садитесь, кто погибнет, вы боитесь. Мой сын, вопрос, он в 11 лет, периодически, он меня посещает, такая вот логическое. Ну садитесь, садитесь, вот у меня вопрос, а вы прямо, садитесь, вы прям чувствуете точно, как это будет происходить, или? Ну у меня такая вот прям печальная картинка, картинка. Вот смотрите, я вам просто расскажу, как будущее можно почувствовать. Будущее не дает никакого опыта, человек это мы не не испытывали ничего этого и поэтому в будущем нет картинок есть просто чувство чего-то что произойдет что может не навредить все подробности человек не знает потому что это будущее понимать можно только как бы с помощью знания как чувствовать будущее можно как-то предполагать допустим я два года назад говорил что в декабре месяце будет опасность мирового конфликта который может привести к глобальной войне говорил какой декабрь какого какого и 21 я говорил про 23 правильно так нет я говорил 23 и так что произошло в это время я показывал на ближний восток туда пальцем я не знал где конкретно но это произошло произошло ну то есть война началась и именно в декабре была опасность разжигания глобальной войны вот иран мог включиться но он не включился слава богу и поэтому опасность вот такой глобальной войны она миновала такая очень опасно но все равно конфликт разгорается ну то есть видеть точно где это произойдет невозможно а если ты чувствуешь ход времени ты можешь просто определить что будет но где и как сложно конкретики нет примерно там все вот и точно так же здесь когда человек видеть будущее он не может определить что конкретно произойдет может чувствовать опасность какую-то понимать но если вы чувствуете конкретику это значит что это уже было и я вам могу даже точно сказать когда это было в вашей прошлой жизни и это было по возрасту раньше чем вы сейчас если вы конкретику вы пытаетесь понять то вы увидите себя молодой моложе чем сейчас когда погиб ваш ребенок и это гибель произошла как насилие над вашим ребенком насилие возрасте там может 10 11 лет сколько вашему ребенку сейчас вот видите вот пришел этот возраст и у вас пошел страх потому что в этот возраст почувствовали то есть уже проехали хорошие это называется наваждение наваждение это когда человек испытывает страдания зато четкие ясные за то что уже было и таких как вы море людей потому что каждый человек когда испытывает очень сильная страх он ему кажется всегда что это повторится но в данном случае видите у вас как бы вы точно знаете что именно было надо с прошлой жизни не помнит человек забывает прошлой жизни а вы точно знаете что было и вам кажется что повторится это значит что вы саму энергию в насилие не отработали в своем сердце поэтому говорю по 10 детей длительное движение дел блоки убирайте чтобы у вас не было наваждения допустим человека там на улице в стеркве избили он боится ходить по улице он идет и смотрит что или ограбили он боится что опять ограбит этот страх означает наваждение то есть осадочек остался вот поэтому с этим надо разбираться внутри себя уже так мы с вами говорим о конфликтах и мы с вами разобрали что есть разные виды судьбы когда действует жестокая судьба то она заставит тебя сражаться все равно потому что жестокая судьба приводит людей всегда к нарушению заповедей вот как определить что у тебя жестокая судьба действует что конфликт не настолько сильный что тебе надо в основном люди должны терпеть прощать принимать стараться прояснить все стараться сохранить стараться не создавать проблем то есть в основном терапевтическое лечение это основа вообще жизни но хирургическое лечение бывает бывает когда надо резать бывает это называется жестокая судьба вот никто в жизни мире не хочет жестокой судьбы люди не хотят не резать чтобырезали не хотят но иногда надо резать иначе ты помрешь если тебе это не сделают понимать если человек искусственно наказывается от борьбы потому что резость означает война а злокачественную опухоль эта война не хочет от Karma 18 это закон опухоль要 надо уничтожать война нос не воевает ты не хочешь воевать значит не погиб не все некоторые хотят воевать некоторые не хотят есть жестокая судьба Как она определяется? Беспределом. Вот нарушение вот этих заповедей. Это убийство, воровство, грабёж, насилие, измена. Когда тебя порочат твоё доброе имя, ты ничего плохого не делал. Пытаются посадить в тюрьму, зло свидетельствуют, лже свидетельствуют тебя. А это значит, что к тебе пришёл дом? Жестокая судьба. Вот когда жестокая судьба приходит, то тебе придётся сражаться. И вот в это время ты должен понимать всё равно, доброту надо в сердце пытаться сохранить, иначе ты жестокую судьбу не победишь без доброты. Но тебе придётся сражаться. И самое главное, что человек должен сделать, чтобы вообще встать на путь победы, это принять удава в свою жизнь. Вот лягушка, когда скачет, увидела удава, ей не хочется, блин. Я думаю, ну какой хрен удав, ну нормально. Жили, квакали, комаров ловили, всё было хорошо. Ну при чём тут удав вообще? Ну при чём, ни при чём, он сидит перед тобой и смотрит на тебя. Ты себя любишь, и он тебя любит. Но он тебя любит по-другому. Не так, как ты бы хотел. Вот. И он любит тебя поесть. И эта жестокая судьба, она пришла к тебе, и тебе что надо делать в это время? Лягушке что надо делать? Я тебя сросла. А? Сдакашу, когда ты сваливаешь. Сваливать надо. Да. Надо. А, уже. Стало забыто. Колышется час. И снова копыта, как сердце стучат. И вот так. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня. Нужно бежать. А она что делает? Замирает так. Почему она замирает? Потому что она не хочет принимать судьбу. Вот спасается тот, кто принимает судьбу. Она не хочет верить в удава. Потому что в жестокую судьбу никто не хочет верить вообще в этом мире. Вот кого угодно коснется, но только не меня. Не меня. Понимаете? Называется пир во время чумы. Чума идет, а мы пиры. Нас не касается чума. Или как один президент там уже спит, уже поразил весь мир. И как бы он, ой, как спит этот. А он говорит, да нет никакого чумы. Да, помните? И потом, что произошло? Боль, самая высокая смертность в его стране. И потом сам он тоже заболел. Понимаете? Это означает вот это вот состояние. Перед во время чумы. Нет никакого. И когда кончился, мне один друг прислал такую картинку. Стоит Давид. Такая скульптура. Знаете, Давид? Такой стройный мужчина такой. Микеланджело сделал такую статую. Красивый очень. Красивый мужчина такой. Здесь очень красивый. Вот. И потом вторая картинка рядом. И то же самое лицо. Все. Начинает сверху так же. А потом толще, толще, толще. И написано. Давид? Вот. Ну, то есть, если не хочешь жить правильно, то не будешь Давидом. Будешь... Ладно. Немножко мы отвлеклись. И так принятие судьбы. Чем Иисус Христос занимался? Принятие. Чего Он там делал, там в этом саду молитвовом? О чем молился? О спасении мира? Сможил он принять. Нет, Он молился о том, чтобы и Бог его миновал этой участи. Молился. Не хотел принимать эту участь. Молился, плакал. А потом все-таки решил принять свой крест. Потому что крест был очень тяжелый. Гораздо тяжелее, чем у нас. Он грехи всех людей на земле на себя брал. Это непростая участь. И поэтому он чувствовал тяжесть, ответственность. Когда, допустим, к вам на работу приходит начальника, вы себе берете, подчиненного, допустим. Он приходит, и человек говорит, вы его спрашиваете, ты понимаешь, что за должность? Тебе надо руководить людьми. Он говорит, да легко вообще. Смотри, он сколько, диплом, и все. Возьмете на работу? Возьмете? Зря вы так говорите. Лучше вообще не брать. Потому что он тяжести не чувствует. Это значит, что он вообще нет опыта в управлении. А если он приходит, и вы ему говорите, вот такая должность, он такой репу чешет, говорит, ну, блин, дайте я подумаю, что это значит. А? Он чувствует объем работы. Это хороший человек. Вот тогда надо дать испытательный срок. Потому что человек реально чувствует тяжесть. И вот Христос, он чувствовал тяжесть. Он как бы понимал, на что он идет. И вот это очень важно, мои хорошие, когда приходит жестокая судьба. Ну, с одной стороны, почувствовать тяжесть, а с другой стороны, принять все-таки свой крест. Вот, допустим, вышла замуж и узнала характер мужа. И так, блин, куда я попала? Ну, у каждого человека же тяжелый характер, вы знаете об этом? Вот когда смотришь мужчин на улице, все такие классные вообще. А у меня, блин. Потому что ты же не видишь всего характера их на улице. Ты видишь характер, только узнаешь глубоко, только своего близкого человека, так? Поэтому и тяжесть вот такая, только когда ты близкие отношения строишь, тогда тяжесть вот это, судьбы. И что надо сделать? Чтобы у тебя нормальная жизнь была семейная, что надо сделать? Молиться. Молиться, чтобы принять. Не чтобы он изменился, скотина. Потому что изменяется человек медленно очень. Нужно принять, молиться, чтобы принять человека, вот, свой крест. Вот, Бог тебе дал такого человека, молись, принимай. Если узнал характер раньше, чем женился, то у тебя еще есть время подумать. Бог разрешает, как бы, передумать человека, нет проблем. Вот, но если человек сильно характер чувствует других людей, может вообще не жениться. Ну, ты этот слишком тяжелый, этот слишком... Ну, так вообще и одна останешься тогда. Кто лучше характер человека чувствует, женщина или мужчина? Женщина. Поэтому кому тяжелее жениться? Женщине, да. Женщине, да, она... Все к Олегу Геннадьевичу подходят, Олег Геннадьевич, вот. Фотография. Я говорю, что? Она говорит, ну, мы любим друг друга. Я бы хотела, конечно, замуж. Я говорю, что вы ко мне-то пришли, если вы хотели замуж. Она говорит, не могу сама решиться. Почему? Женщина сильнее чувствует характер человека. У нас заранее чувствует мужчина уже. Его характер чувствует. Мужчина, женщина чувствует заранее? Вообще ничего не чувствует. Все будет хорошо у нас. После второго брака чувствует. После второго брака чувствует реализованные опыты. Конечно, когда обожжав, обжегся, он уже такое чувствует. Но не все равно, она его охмуряет потом. Несмотря кого чувствует. Если сильно долбануло ему по мозгам, то он уже не чувствует. Все зависит от силы удара. Иногда так врежешь, что он такой раз уже ничего не чувствует. А нам все равно. Не боимся мы волка и сам. Понятно, как врезать? Это называется нокдаун. Он еще на ногах стоит. Ничего не чувствует. Значит, пора жениться уже. Она ему хорошо по мозгам врезала. Любовью, красотой. Самый смертельный яд – это сладкий. Самый опасный. Ты сладкий вкус берешь и умираешь. Если яд горький, там какой-нибудь острый, опасный, тогда чувствуешь опасный от сладости, и никто опасности не чувствует. Поэтому дурманам сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Вот. Дурманом, одурманила ее, сладостью одурманила. Нокдаун попала. И потом как во сне все уже. А потом только понимаешь характер человека через какое-то время. И в это время надо принять свой крест. Но с одним условием. Каким условием, мои хорошие? Кто знает условия, когда мы принимаем свой крест? Какое условие? Мы в Иисуса Христа не играем, не играем. У нас своя с вами история. Какое условие для принятия креста у нас с вами? Благодарны не терять себя по словам. Вот человек перед тобой стоит. Вот человек перед тобой стоит. А, условия. На первом месте должен быть Бог. Смотри на человека. Смотри на человека. Смотри на человека. Если человек тебе не изменяет, он тебя не предает, то это значит твой человек. Это от Бога, а не от черта. Потому что, запомните, что любовь может быть не только от Бога дарована человеку, а также от дьявола. И ты сначала определить не можешь, это от Бога тебе человек дам или от черта. Как определить, кто ведет тебя к тебе человека? Как определить? Если он спокойно, значит от Бога. Нет. Если он только по поступкам можно судить человека. Если он тебя не разводит, как кролика. Если он с другими параллельно не встречается. Если он тебе не изменяет, не предает. То значит твой человек. А если он тебе изменяет, предает. Типа, не чувствую, что оно так получилось, как бы. Вы, говорит, поручик, были в молодости членом суда? Да, говорит, был членом туда, членом суда. Вот. Можно за такого поручика выходить или нет? Можно? Нет. Нет. Потому что он не от Бога этот человек. Когда человек от Бога, он не предает. Вот в чем заключается главное условие. Лишь измены простить не могли. Встретила человека, изменяет, значит досвидос. Подари ему весь мир. Пока не поздно. А если ты сильно любишь и не хочешь дарить ему весь мир, значит потом клепнешь что? Горький. Правильно. Горький напиток. Горилка, говорит, горилку пью. Горькая жизнь. Вот это потому, что ты не подслушал этот совет. Лишь измены простить не могли. И пока вы еще не женились, вы можете выбирать. Если человек изменяет, предает вас, врет, значит не надо с ним связываться. Не от Бога человек. От Бога значит верный. Понятно? Поэтому твой крест это или не твой крест, разберись сначала. Если от Бога, значит твой крест. У Иисуса Христа был от Бога. Люди изменяли ему? Изменяли. Они плевали ему в лицо, когда он шел. Блассали в него камнями. Он пришел, когда в Назарет, в свой храм, в свою синагогу, где его воспитывали там. Он был там ребенком. У него был наставник там свой. И он сказал им, посмотрите, вот предсказание. Я, пророк, который предсказывает, я пришел сюда на землю. Бог не дал об этом знания. Давайте поговорим об этом. Что дальше ему? На что сказали? Нет пророка в своем Отечестве. Что ему сказали? Ты должен умереть за то, что ты сейчас говоришь. Только смерть тебя спасет. Потому что ты, как бы, шарлатан. Ты лицемеришь перед Богом. Они ему сказали. Человек может понимать, что он пророк? А? Может, Бог ему сам говорит через него? Как он не по нему? Конечно, понимает. Он говорит, я пророк. Примите от меня истину. Бывает пророк, бывает не пророк. Бывает лжепророки так говорят. Как разбирайтесь теперь с человеком. Вот он сказал, я пророк. Ну вот и разбирайтесь. Изучайте. Есть же наука, которая позволяет определить. Есть предсказание. Есть деяние человека. Если он не пророк, он не может исцелять людей. Он не может предсказывать. Он не может свидетельствовать от Бога. Если пророк может. Вот и разберитесь. Люди разбирались с ним, нет? Нет. Потому что они только простые рыбаки его поняли. Люди не разбирались с ним, потому что времени не было. Не то время было. Ну и когда пророки приходят, в основном никто не разбирается. И до этого тоже много пророков там. Еремея, когда пришлось, все там камнями кидали. Только когда он один там жив остался, всех остальных поубивали. Тогда поняли, что он пророк. А до этого просто в тюрьме он был в это время, когда римляне пришли там. И сожгли в очередной раз Иерусалим. Олег Геннадьевич, ты же не пророк. Я ведь не могу с вами спорить. Я должна выйти отсюда, правда? А Бог может быть пророком или нет? Я не пойму сейчас, что... Мне, наверное, лучше уйти. Вы говорите про Иисуса Христа, да? Что Бог, а не пророк. Да. А Бог может быть пророком? Он планет силы. Но он как пророк может выступать? Ну, выступать я даже не буду с вами в горе. Я не могу. Но как-то раз на лекциях сказали, если вы пришли в храм к Богу, вы больше не служите моей лекции. Как вы считаете? Вот скажите, у меня лучше сейчас в питье? Мои хорошие, я же не против того, что Иисус Христос — Бог. Я просто вам говорю сейчас, как Он говорил о себе сам. Он что о себе говорю? Он говорит, я пророк, примите это. Я принес вам знания. Или Он так не говорил? Я не могу сказать, что Иисус Христос. Я знаю точно, когда Иисус сказал Его Отец, что у них есть сын, что у вас не будут судьбы. Спасибо вам за ваши комментарии. Все нормально. Я не против вас. Я сейчас не про Иисуса Христа говорю, я сейчас говорю о принятии судьбы и говорю о том, что происходит с человеком, когда приходит жестокая судьба. я не выступаю сейчас против Иисуса Христа. Вы зря возбудились. И вы меня не поняли. Я не выступаю против... Вы только сказали, что Он пророк. Я четко сказал именно то, что Он сказал о себе сам. Я сказал то, что Он говорил о себе сам. Я не говорю нашу оценку Его. А так как Он сам говорил. Он сам говорил, я сын Божий, я пророк. Он так говорил о себе. Он что, говорил я Бог? Он говорил кому надо. Но не всем. Все? Вы меня простили? Я не обижалась. Я просто подумала, я как-то вдруг когда-то сказал, что он хочет отмечать, что он хочет отмечать, что он хочет отмечать. Я чувствую, что это не так... Вы можете выйти, если хотите, или остаться. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, что я пришла в правду. Лучше я... Да, нормально все, мое хорошее. Счастья вам. Все хорошо. Ань, Леонидс. Да, нормально все, конечно. Вы меня понимаете. Да я... Вот... Если я о чем-то виноват, можете все выйти. Нет, нет, нет. Я просто... Я только вас и послушалась. Вы сказали однажды. Вы пришли в храм. Моя задача вас привезти в храм. Спасибо, я пришла. Спасибо вам. Я желаю всем того. Спасибо вам. Но, моя хорошая, вы сейчас не в том состоянии внутреннем находитесь. В вашем сердце горит фанатизм, а не любовь. И вы не слышите, не услышали меня по-настоящему. А? Пусть горит фанатизм. Он реально. Правильно вы говорите. Обязательно. Всего вам доброго, мои хорошие. Счастья. Счастья. Нет, она не зря уходит. Она идет, потому что она таким образом свою веру Господа Ему показывает. У нас сейчас это отношение не со мной уже, а отношение с Богом у меня идут. Вот это конфликт сейчас, видите, был. И нужно было доброту сохранить, но не получилось. И здесь также она не вошла в состояние ненависти. Она осталась в состоянии правды. Это значит, что все будет хорошо. Восстановится отношение со временем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ